Во-первых, одним из распространенных мифов является тезис о том, что Красная Армия была встречена спящей в казармах и расстреляна иной раз в этих казармах, совершенно не предупрежденная о том, что требуется отражать угрозу вторжения противника. Однако, на самом деле, уже вечером 21 июня угроза немецкого вторжения оценивалась как весьма вероятная. На самом деле, первые контрмеры, первые оценки о том, что вероятность вторжения возрастает, относятся к середине июня. И принимались меры по выдвижению войск ближе к границе, повышению боеготовности. А вечером 21 июня в войска отправилась телеграмма, которая была получена уже, естественно, ночью. Естественно, получатели были предупреждены о ней заранее, вызваны в штабы. Которая прямо говорила, что возможно вторжение Германии и необходимо принимать целый ряд мер по приведению войск повышенную готовность. Не все успели получить этот документ. Но, например, в Брестской крепости это, на самом деле, пример худшей ситуации на всем советско-германском фронте. В Брестской крепости, расположенном рядом в военном городке, войска располагали довольно скучно. Это связано было с большим проблемой с казарменным фондом в вновь приобретенных западных областях, приобретенных в 1939 году при смещении границы. Войска были вынуждены размещать в конюшнях, в монастырях, в тюрьме и даже в синагоге, когда многоэтажные нары ставились в помещениях, практически непригодных для того, чтобы в них размещались военные городки. В этом отношении Брестская крепость была, скорее, исключением в плане довольно комфортного расположения войска. Соответственно, отказ от этого размещения означал необходимость для полков, для подразделений двух советских дивизий, находившихся в районе Бреста, отказаться от боевой учебы и заниматься строительством каких-либо казарм, бараков и, одним словом, заниматься в основном своим собственным обустройством. И, к сожалению, это сыграло роковую роль, когда уже в предрассветные часы 22 июня 1941 года, когда до Брестской крепости дошел приказ о выдвижении на позиции на границе, людей стали собирать во дворе крепости, в этот момент началась артиллерийская подготовка. Разумеется, многие погибли, и действительно, это стало трагедией. Но не следует думать, что то же самое происходило на всем протяжении границы. Как раз-таки в большей части протяжения границы войска вполне успешно поднимались по тревоге и выходили на эту границу. Продолжение следует...